Отлично. Так, тогда давайте начнем. Все, кто опоздал присоединиться к нам, уже посмотрят запись. Сегодня у нас в гостях Сергей Пушкин. Это безусловный корифей рынка Z2 в России, потому как занимается он этим очень давно, и, если честно, я даже точно не знаю, сколько. Сегодня, надеюсь, мы узнаем ответ на этот вопрос. По крайней мере, дольше, чем я. Поэтому от Сергея, я надеюсь, мы узнаем много нового о том, как было давно и какие в будущем нас ждут новинки от компании DeFar. Сергей, давайте, наверное, начнем с краткой презентации DeFar. DeFar – компания, которая появилась не так давно на рынке. И давайте, наверное, хотелось бы услышать, в первую очередь, как вы появились, когда, и посмотреть на презентацию ваших устройств для умного дома. Несмотря на то, что многие наши партнеры уже приобретают устройство DeFar у нас, про всю линейку даже мы не все знаем. Тем более, что линейка у вас очень быстро растет, поэтому будет здорово узнать о том, что у вас есть сейчас по ассортименту и что можно ожидать в будущем. Да, отлично. Как раз об этом и хотел рассказать. Давайте тогда сразу перейдем к следующему слайду. Компания DeFar основана в 2017 году, кстати, 17 апреля, то есть сегодня нам три года. Но, как сказал Сергей, несмотря на то, что компания молодая, занимаемся заплейвом давно. Если отмотать еще несколько лет назад до основания компании DeFar, то был свой протокол проводной, были некие датчики устройства, общающиеся по собственному протоколу, разработаны. Но быстро пришло понимание, что на таком, собственно, велосипеде далеко не уедешь, поэтому, собственно, была сделана ставка на стандарт. И надо сказать, что лет 5-6 назад альтернативы беспроводных стандартах DeFar не было в принципе. То есть, если сейчас заходят разговоры о конкуренции Zigbee, да, то раньше это был безоговорочный лидер на рынке. Ну, собственно, текущая наша линейка DeFar совмещает как беспроводное устройство Z-Wave, так и, собственно, наработки прошлые по стандарту нашему интерфейсу OSBus. То есть, к устройствам DeFar можно подключать проводные датчики, что, на наш взгляд, является таким, наверное, главным конкурентным преимуществом перед другими устройствами. Основная линейка — это микромодули. О них, собственно, сейчас быстро, кратко и поговорим. Реле одноканальное DAS-101, в принципе, такой один из первых, наверное, продуктов. Особо о нем тут нечего рассказывать. Все знают, что такое реле. За исключением того, сейчас попробую найти курсор, что вот можно на задней стенке этого реле найти трехпиновый разъемчик S-BUS, к которому, собственно, можно подключить различные наши датчики. Датчики температуры, датчики температуры и влажности, датчик движения освещенности. Это дает, в принципе, существенные плюсы в том, что вы не подключаете какие-то батарейные устройства. То есть ваши датчики, которые вы подключаете к микромодулям, они всегда запитаны, не нужно менять батарейки, они не уходят в сон. Показания можно снимать, передавать очень быстро. Это все настраивается в микромодулях, вплоть до того, что температуру, например, можно передавать каждую минуту. Это, конечно, не нужно в реальных условиях. Можно быстро забить сеть, если она большая. Но, тем не менее, можно настраивать нужные вам интервалы передачи данных, что очень полезно. И в том же управлении микроклиматом это, в принципе, очень необходимо. Многие делают управление микроклиматом, используя мультисенсоры, которые засыпают, передают показания температуры с большим периодом. Да, и это сказывается на качестве управления климатом. Следующий модуль, модуль DAS-102. У него, как видите, нет интерфейса S-BAS. Здесь могу пояснить, в принципе, легко запомнить, на каких устройствах точно нет S-BAS. Это устройство, где внутри расположены две рюшки. Почему? Потому что физически не смогли разместить главный компонент S-BAS. Тут надо отметить такой момент, что устройство питается от 220 вольт. Если мы подключаем какой-то датчик к модулю, с которым может физически контактировать человек, то мы по технике безопасности должны осуществить глиманическую развязку, чтобы при выходе из строя устройства не было возможности поражения электрическим током человека. Поэтому внутри устройства стоит трансформатор, он габаритный. И вот, к сожалению, в устройствах с двумя реле его просто физически не разместить. Соответственно, в двухканальной реле модуля жалюзи там S-BAS нет. Что особенного в данном модуле DAS-102? Где-то года полтора, наверное, назад у нас появилась новая его модификация, где происходит коммутация нагрузки через ноль. Все, наверное, знают проблему всех этих микромодулей, связанных с залипанием контактов, с нагрузками с реактивным характером, индуктивной, ямкостной, блоки питания, сападиодные лампочки, где присутствуют конденсаторы. Все это негативно сказывается на контактах реле, которые либо сразу, либо через какое-то время залипают. Есть разные способы борьбы с этой проблемой. Есть специальный реле с двумя парами контактов, со специальными напылениями, но это не про нас. Эти реле очень большие, и мы, по крайней мере, не встречали для микромодулей реле такого форм-фактора. Поэтому остается один из вариантов – это коммутировать нагрузку, когда чинусоиды переходят через ноль, и таким образом достигается минимальная искра. Либо она есть, либо она минимальная. И, соответственно, контакты живут дольше. То есть это такая математическая задача. Есть некая инерция у реле, то есть надо тестировать партию реле, с какой задержкой они срабатывают. В общем, это не стопроцентное решение. То есть мы не утверждаем, что всегда мы через ноль переключаем нагрузку, но близко в нуле, и это дает очень положительный эффект. Соответственно, у нас сейчас в разработке… И пока, отмечу, это всего единственное устройство у нас в линейке, где коммутация через ноль. Сейчас ведется разработка нового одноканального модуля, где также будет реализована коммутация через ноль. В этом модуле не будет S-BUS. S-BUS это сделано сознательно, по просьбе, опять же, многих пользователей предоставить модуль чуть-чуть дешевле. То есть многие покупают модуль, переплачивают за S-BUS, но на самом деле S-BUS не пользуются. Поэтому в новой нашей модификации одноканального реле S-BUS будет отсутствовать. Также те, кто давно работает с нашими модулями, знают одну проблему, что разъемы не самые мощные, которые существуют. Их легко по неосторожности даже сорвать. Об этой проблеме мы знаем давно. Соответственно, давно она у нас была, скажем так, записана к реализации. Вот попытаемся в новом модуле одноканального реле поставить новые усиленные клеммы. В принципе, прототип устройства уже есть, но там есть нюансы со сложности. Надо фрезеровать существующий корпус. Пока, наверное, не будем новую крестформу делать. Но, в общем, есть такие технические сложности, которые будем решать. Но, в принципе, прототип устройства уже есть. Надеюсь, в ближайшее время вы его увидите. Что касается диммеров. Ну, наш основной продукт, диммер, да, 101, ему где-то 3 года. Небольшая у него нагрузочная мощность, 140 ватт, и трехпроводная схема подключения. Также у диммера есть интерфейс S-BAS. Проигрываем здесь конкурентам, да, в том плане, что нельзя данный диммер включать по двухпроводной схеме. Вот сейчас, опять-таки, переходим к нашим разработкам. Разработан уже диммер, который носит название, да, 201. У него не будет S-BAS, у него чуть-чуть поднялась мощность 200 ватт, и он имеет возможность подключения по двухпроводной схеме. Тестировали, в принципе, со всеми лампочками, которые смогли найти на рынке. И ведет себя он очень хорошо. Разлагаю надежду на этот продукт. Это уже пробная партия произведена, но там остались нюансы по сборке финальной, окончательной. Собственно, еще одно новое устройство. Диммер для LED-ламп, LED-светодиодных лент. Тоже очень часто у нас спрашивают. На выставке показывали. Но есть нюансы. Этот диммер пока реализован как одноканальное устройство. То есть железо физически сделано для четырех каналов при 24 вольтах. Максимальная мощность 288 ватт. Но пока все каналы запровелены и можно управлять, собственно, только нагрузкой одноканальными лентами. Управление жалюзи. Тоже наш старичок. Модуль DAR-102. Интерфейса S-BUS. Как можно догадаться, здесь нет. Вполне хорошее, надежное устройство, которое тоже модифицировалось со временем. Но в последние полгода начали все чаще и чаще сталкиваться с проблемами инсталляторов, связанных с тем, что с новыми приводами, можно сказать, наверное, правильнее, приводы с данным модулем, новые ведут себя не очень корректно. Объясню, с чем это связано. Сейчас приводы стали гораздо умнее. Есть своя электроника, вплоть до того, что они должны быть постоянно запитаны. Там у них есть эта функция «потянул привод, поехал». И уже эти приводы на самом деле являются не теми, что были раньше, с фазным управлением, которым нужно подать фазу, и он поехал. А это управление скорее логическое. И уже электроника привода, собственно, управляет мотором. Здесь возникает конфликт наших модулей с данными приводами, связанных с тем, что у нас в модуле реализовано автоматическое определение крайних положений, когда вы там оставляете параметр один, по-моему, единичку, и модуль начинает гонять туда-сюда привод, мерить ток в цепи, и по изменениям тока в скачках он определяет крайние положения. И вот для того, чтобы это реализовать, стоят некие токоизмерительные цепи внутри модуля, которые влияют негативно, собственно, на электронику более умных приводов. Есть пока такое грубое решение данной проблемы. Мы просто физически удаляем эти токоизмерительные цепи. По большому счету, это два резистора низкоумных, включенных последовательно в цепь. Собственно, теряется функция автоматического определения крайних положений, но зато это работает с абсолютно любыми такими приводами. Более того, эта проблема не только наша, у других конкурентов, наверное, вам должно быть известно, такая проблема тоже встречается. И, соответственно, решение напрашивается само за себя. Следующий модуль, который выйдет, модуль управления жалюзи, он уже тоже в работе, но пока, наверное, еще не скоро, да, то есть даже сроками назову. Там мы постараемся реализовать программное отключение вот этой автоматической калибровки, да, то есть некие цепи, которые будут отключать эти резисторы, соответственно, они не будут влиять. Сейчас пока еще одно из решений – это промежуточные релюшки. Но их, опять же, не везде можно установить. То есть если у вас модуль ведет себя так, с комплектным приводом, можно поставить на выход этого модуля промежуточные релюшки, и вопрос решится. Но это более громоздко, соответственно, не всегда это применимо. Управление отоплением. У нас есть такой хороший модуль термостата DAT-101 с интерфейсом из баз. Ну, так как туда, собственно, подключается датчик температуры, то функция такая ограниченная. Что примечательно у этого термостата? Что он может работать не только по датчику, который включается к нему непосредственно, но и также по датчику, ну, по показаниям, которые можно передать через AdWave сеть. Это очень удобно, так как часто термостат может стоять не там, где нужно, собственно, управлять температурой, да, контролировать ее. Он может стоять возле котла, он может стоять где-то на гребенке, где стоят сервоприводы, а комфортную температуру вам надо, собственно, в другом месте осуществлять. Соответственно, вы либо удлиняете комплектный провод, что позволяет, в принципе, можно делать датчики цифровые, литой парой, в принципе, там, ну, 20 метров не раз наращивали, проблем нет. Ну, больше, наверное, уже там лучше подумать о том, чтобы к другому модулю подключить датчик и по сети передать данные. Еще один интересный модуль управления кондиционерами через ИК, модуль DIT-101, DIT-102. Различие между ними в том, что у модуля DIT-102 в комплекте идет токоизмерительная клипса. Да, это, наверное, мы бы назвали такой киллер-фичи устройства. Управляет кондиционерами через ИК-команды, но имеет возможность понимать, включен или выключен кондиционер, скажем, со штатного пульта по употреблению тока. То есть клипса вешается на фазный провод, и, соответственно, если вы с пульта включили кондиционер, модуль это увидит, и в интерфейсе вашего контроллера вы, собственно, увидите изменение состояния. То есть если термостат был выключен, он включится. Да, вы не увидите, в каком режиме обогрев, охлаждение, на какая уставка, вы это, естественно, не увидите. Вы увидите ту уставку, которая была до этого установлена в термостате. Ну, по крайней мере, включение-выключение вы всегда будете знать. Ну, очень полезная такая фишка. Ну, да, да, согласен. Лучше так, чем никак. С обратной связью нет. Как сказал, только по употреблению. Потому что это и как команды, здесь никак. Более того, у нас на сайте можно посмотреть, как эти модули хорошо интегрируются прямо в сплит, во внутренний блок. То есть они там размещаются, место есть, можно почитать, посмотреть. Настройка модуля осуществляется с программки R-конфигуратор, который работает, к сожалению, под Windows 10. Тоже очень часто сталкиваемся с этой проблемой инсталляторов. У многих семерки, под семерку, там сложности компиляции софта. Семерка не поддерживается, в общем, со всеми вытекающими. Подключается по microUSB к компьютеру. Вы программируете в программе, можно ее скачать бесплатно с сайта. Программируете команды, проверяете. После этого подаете 220 вольт и, собственно, устанавливаете по месту. Ну, не знаю, что там, Bluetooth, это, наверное, не к нам. Также еще один модуль интересный, управление аудио-видео техникой через ИК. Хотя сейчас все больше и больше техники можно управлять по ИК, но, тем не менее, простые какие-то устройства, там те же увлажнители, те же какие-то призеры, еще что-то, продолжают управляться по ИК. Собственно, это устройство физически, с точки зрения железа, повторяет то же самое, что было и на прошлом слайде, да, то есть это устройство управления ИК, но здесь другая прошивка. Если предыдущее устройство при прохождении интервью представляется как кермостат, то это устройство представляется как гиммер. Может возникнуть вопрос, почему. Ну, опять же, разрабатывали устройство давно, даже не помню, может быть, тогда еще не было таких команд-классов в Z-Wave, может быть, были, не знаю. Но вопрос даже, если сделать сейчас устройство на команд-класс ИК, то не знаю, в каком контроллере это будет работать, какие контроллеры поддерживают. Здесь устройство отображается в контроллере как гиммер, где к каждому уровню яркости при программировании вы просто задаете свою ИК-команду. И это работает абсолютно в любом контроллере. То есть это такое решение, можно сказать, нестандартное, но там даже всякими open-source проектами эти устройства успешно используются. Соответственно, настраиваются опять же через microUSB с помощью утилиты для Windows. Когда разрабатывали устройство, было принято решение также добавить в программу генерирование виртуального устройства в виде пульта для контроллера Fibro Home Center. Ну, потому что по фидбэку от инсталляторов, все-таки инсталляторы любят дорогие решения, поэтому контроллер Home Center 2 весьма популярен у инсталляторов. Вот программа позволяет сгенерировать виртуальное устройство. Вы там сами задаете кнопочки, называете их, количество указываете. Она вам генерирует виртуальное устройство. Вы загружаете его в контроллер, и у вас в интерфейсе контроллера полноценный пульт. Позже у нас появился свой контроллер, поэтому программа немного доработалась. Вот у нее сейчас такой интерфейсик. То есть это другая программа, которая позволяет записать до 99 команд данный модуль. То есть если здесь мы 50 можем записать, то в новой программе до 99, также сгенерировать виртуальное устройство, загрузить в наш контроллер, соответственно, будет такой красивый пультик. Для управления водоснабжением у нас есть краны DAF 101, DAF 102. Отличие у них, собственно, в диаметре трубы. Пол дюйма, три четверти. Самый частый вопрос, который, наверное, первые задают, как у них с надежностью, как арматура, потому что все знают популярное решение на нашем рынке «Нектун Гидролог», которые много денег в маркетинг бухают и всем доказывают, что они самые лучшие, самая лучшая арматура. Могу сказать, что это заводской Китай, сертифицированный заводской Китай. Ни на одном заводе, в принципе, в данном форм-факторе краны делается. То есть это не наше изобретение. Мы берем готовую арматуру, готовый корпус, шестеренки у него металлические, можно там открыть, продемонстрировать, показать. Мы делаем только плату, которая управляет, собственно, этим приводом. Поэтому с точки зрения надежности вопросов никогда не возникало. Давление 1 мегапаскаль. Очень быстрый по отношению, кстати, к конкурентам. За три секунды клапан перекрывается. И еще один такой нюанс, то, что у него клапан, собственно, без залужения. Раньше это было у многих производителей. То есть там в той части, где вот этот шарнир, шарнирный кран, там было залужение. И в процессе эксплуатации там могла накапливаться какая-то, ну, там, окалина, еще что-то, что в воде присутствует. И там через какое-то время хуже работал кран. Здесь, в принципе, с этим проблем нет. Но самое главное, мы всем стараемся напоминать, если ставите эти краны, не забудьте в программу, на контроллере добавить функцию его включения-выключения, там, периодического, хотя бы, допустим, неделю, там, ночью, выходные, он там включался, ну, открывался-закрывался, да, чтобы так же все-таки не заставился. Хотя, если у вас эти краны там на водоснабжении, вы уходите из дома, тоже логично их всегда перекрывать. Ну, вот сейчас у нас карантин, там, все по домам. Вот, желательно их, там, хотя бы каждую неделю открывать-закрывать, это для крана полезно. Также у нас есть модули для интеграции, в принципе, тоже, наверное, у конкурентов похожего нету, по крайней мере, вот модуль GSI-101, он имеет 8 входов, популярный модуль для интеграции с различными проводными решениями, да, кто-то подключает охранные какие-то датчики, там, герконы, кто-то выключатели, кто-то, наверное, даже систему протечек делать на данном модуле, в общем, много применений, скажем так. Также к данному модулю можно подключить наш датчик DSA-114, это датчик температуры и влажности, соответственно, модуль батареечный, можно где-то его поставить и мерить температуру и влажность. Также можно его запитывать от адаптера 12-24 вольта. Еще один модуль для интеграции среди инсталляторов имеет название таблетка DCU-102. Это модуль с двумя входами, с двумя выходами, довольно-таки компактный, диаметр 25 миллиметров. На картинках, конечно, красивее это рендер 3D, чем в жизни. Модуль у нас – это обычная плата, залитая эпоксидной смолой для герметичности, потому что даже на улице их ставят, автоматику приводов оборот очень часто ставят. Последнее время делаем не в виде эпоксидки, а заливается клеем, потому что, как узнали, они очень хорошо стреляют и взрываются, когда на них падают 220. Хотя этого делать нельзя, но люди все равно умудряются. Вот, в общем, такая техника безопасности. Чтобы они взрывались и не убивали глаза, они сейчас заливаются термоклеем. И сейчас этот модуль немного дорабатывается, как раз там в схему добавляются некоторые защиты от дурака, но чтобы сложнее его было, скажем так, сжечь. Потому что релюшек никаких нет, просто выходы, открытый сток, 3-хамперные, которые, если надо, мощнее сигналцев нападают на релюшки. Ну, в общем, такая для инсталляторов штука очень полезная. Там для охраны пожарных систем используют для забирания статусов системы, да, либо управления системой. Эти входы и выходы полностью развязаны, то есть можно сделать при замыкании входа, будет срабатывать выход, не будет срабатывать. Все это настраивается. Еще один продукт – настенные контроллеры. Ну, из нашего здесь только плата, которая разработана уже под существующий выключатель португальской фирмы FAPEL. То есть в этом дизайне есть различные выключатели, различное исполнение – металл, дерево, стекло, пластик. Соответственно, тоже, наверное, на наш взгляд, конкурентное такое преимущество, потому что в Z-Wave с дизайном проблемы. Есть, конечно, дорогие выключатели типа Vitrum, Context, сенсорные, что-то есть у китайцев. Но таких вот механических, в принципе, маловато, на наш взгляд. Но вот так предлагаем решать проблему. Это контроллер на батарейке, соответственно, до 20 сцен может запускать на контроллере нажатие, двойное нажатие, тройной клик, удержание, отпускание. Ну, жизнь, наверное, столько много не надо, но вот умеет. Дошли мы до наших датчиков замечательных. Собственно, датчик температуры ДСА-111, датчик температуры и влажности ДСА-112, датчик температуры в гильзе ДСА-113. Вот этот датчик, как я говорил, для модуля ДСА-101, ДСА-114, и датчик движения и освещенности. Звук есть? А то что-то я тут увидел раз-раз. Хорошо, отлично. Но, опять же, пытревые заказчики иногда задают инсталляторам вопрос, что за микрофоны на проводочках вы мне тут инсталируете, и как это вообще в жизни будет выглядеть, когда вы мне это поставите. Вопрос резонный. Да, такие вещи на виду нельзя оставлять, поэтому их нужно как-то пануфлировать. На следующем слайде, собственно, мы показываем, как это в жизни реализовывают инсталляторы. То есть в таком исполнении датчик наше движение, он компактный, монтируется в обычную заглушку. В принципе, в глаза это не бросается, потому что он миниатюрный. Ну, инсталляторы как-то так делают там на улице. То есть, в принципе, тоже особо не видать, там, в состоянии трех метров практически незаметно датчика. Датчик температуры и влажности мы предлагаем размещать вот так. Возле выключателей есть такие, у EFAPEL, это все линейка EFAPEL. У EFAPEL есть для динамиков такие вот рамочки, да, но они очень хорошо подходят и для датчиков. В чем преимущество такого решения? То, что вы измеряете температуру именно там, где это нужно. Да, если на вопрос вставать, я потом отвечу, потому что если я сейчас буду читать, отвлекаться, у нас больше времени займет, мы немного по времени ограничены, поэтому в конце тогда пробежимся по вопросам. Есть некоторые рекомендации для установки датчиков температуры, да, в частности, там, метр-полтора от поверхности. Ну, и также измерять надо там, где, собственно, нужно обеспечить комфорт. Это легко добиться именно выключателем, потому что выключатель можно возле дивана, возле кровати, возле, там, обеденного стола разместить, да, и, соответственно, вы будете мерить температуру именно там, где находится человек, где ему должно быть комфортно. Если мы меряем температуру какими-то мультисенсорами, да, которые расположены на потолке, под потолком, то это, ну, не совсем то, что нужно. Поэтому одно из предложений, как это размещать. Собственно, на этом слайде показан наш продукт, которому уже год, но это наш первый продукт на седьмом чипе Z-Wave. USB-стик с прошивкой, собственно, от производителя. Такое устройство, наверное, может быть, многим непонятно, потому что софта мы своего не предлагаем и не делаем. Этот стик можно использовать только с софтом производителя, который, там, некоторое время был закрыт для всех. Но особо пытливые пользователи узнали, что, в принципе, доступ к SDK даже сейчас можно получить абсолютно бесплатно. Надо скачать софт, зарегистрироваться. В общем, сейчас SDK для всех открыт, и это дает некие возможности для инсталляторов, возможность пользоваться софтом, который изначально предназначен для разработчиков. Есть такой софт по Z-Wave PC-контроллер. Собственно, с помощью него можно настраивать сеть. И вот этим софтом у нас инсталляторы интенсивно пользовались, когда были проблемы у производителей контроллеров. Многие знают, наверное, тоже год назад была проблема у контроллера Fibara, когда после обновления они просто перестали настраивать конфигурационные параметры. И вот там люди приезжали на объекты-инсталляторы и ничего не могли сделать. Вот я сейчас пытаюсь рассказать, для чего этот стик... Z-Wave, он не поддерживает, потому что Z-Wave – это платный софт, работающий со своим стиком. Этот стик поддерживает, собственно, софт производителя Silicon Labs. Сейчас я как раз говорю про Z-Wave PC-контроллер. С помощью данного ПО вы можете настроить Z-Wave в сеть, включив этот стик вторичным в сеть вашего контроллера. Был такой случай, как уже сказал, Fibro Home Center 2 не мог настраивать конфигурационные параметры. Инсталляторы не могли ничего делать. Соответственно, включали данный стик вторичным контроллером, настраивали параметры, настраивали ассоциации, удаляли стик, и все, сеть работала на контроллере Fibro Home Center 2. Такие же проблемы были, но не такие же другие с контроллером Vero, когда приходилось включать стик вторичным контроллером и решать какие-то задачи. Это вот одно из применений. Ну, второе применение – можно поиграться с софтом от, опять же, Silicon Labs, который… Есть шлюз ZIP, он называется у Silicon Labs, на котором сейчас, собственно, требуется разрабатывать все новые контроллеры. Есть образ для малины, который можно, опять же, из SDK вытащить, установить на малину, вставить этот стик, и у вас будет, собственно, контроллер от производителя технологии. Да, к нему очень много вопросов. Мы там неоднократно пытались, скажем так, на него заехать, но сейчас, возможно, он уже получше стал. Ну, там, года два мы с ним мучились, был очень много вопросов. Но, тем не менее, это рабочий софт, вы можете добавлять туда устройства, управлять ими, есть некий интерфейс, есть мобильное приложение, есть удаленный доступ, и все это сейчас бесплатно. Это, что касается пары слов о нашем стике. Также давно ведем работу над нашим контроллером DeFaro Domus, которого нам очень сильно все это время не хватало, да, вся наша линейка устройств продавалась и работала она с чужими контроллерами. Сейчас этот контроллер доведен до некого уровня, когда мы его продаем только инсталлятором, потому что, ну, по большому счету, со сторонними устройствами особо даже не тестировали. То есть сейчас это отлаженное такое решение для работы с нашим оборудованием. Внутри контроллера забиты все инструкции в виде шаблонов, ну, должно быть это знакомо, да, то есть вам не нужно открывать инструкцию на сайте, вот такую длинную, большую, да, чтобы понять, как вам настроить поведение модулей. Все параметры уже забиты в контроллер, вы просто пунктиками выбираете, что вам надо. Это красивый интерфейс и мобильное приложение, веб-интерфейс. Также есть открытая API, с которой можно ознакомиться на сайте api.defara.ru. Поэтому API, HTTP API, вы, в принципе, можете всю информацию в контроллере забрать. С других производителей вопрос, мы задаем периодически этот вопрос инсталляторам, которые установили его, но фидбэк, скажем так, минимальный, да, там с каким-то набором устройств работает, но перечня как такового у нас нет. Знаем там, что датчики, то, чего у нас нет, беспроводных датчиков, да, соответственно, используют сторонних производителей, в принципе, это работает. Но в планах, конечно, да, наверное, создать какой-то перечень, потому что в контроллере еще, естественно, не все команд-классы реализованы, которые есть в ZWA, да, соответственно, сложности могут возникнуть. Что касается HomeKit Ready, там есть плагин HomeBridge, который, в принципе, можно сказать, полностью переписан. Соответственно, устройства, которые вы подключили к контроллеру, они автоматом пробрасываются с приложения DOM. То есть вы можете пользоваться голосовым ассистентом Siri. С Алисой пока никак в планах, с Гуглом, в принципе, уже написана интеграция, она там проходит проверку. То есть с Гуглом уже близко, с Алисой, к сожалению, пока еще и не успели ничего сделать. Но в планах, естественно, есть. И, наверное, у меня остался один слайд. Да, один слайд, такой инсайдик, можно сказать. Не люблю показывать устройства, которых нет, но здесь уже, наверное, мы близки к выпуску на рынок еще одного устройства на седьмом чипе ZGM-130S. Это датчик температуры и влажности. Специально здесь сфотографировал с другим датчиком температуры и влажности от компании Xiaomi, чтобы нас в этом не увлечали. Сами признаемся, да, смотрели, подсматривали идеи, как это реализовано у других. Как говорится, не все китайцам у нас скопировать. Можно что-то хорошее взять у них. То есть, в принципе, датчик уже железа есть. Но чтобы вывести на рынок, конечно, еще времени много требуется. И по доработке прошивки, и по корпусам, потому что это все прототипы. Ну, есть такой хороший, на наш взгляд, датчик, который должен быть востребован. Но здесь, наверное, еще хотелось бы услышать фидбэк инсталляторов, насколько вы видите его востребованным, потому что мы с этим столкнулись, с потребностью в таком датчике, несмотря на то, что у нас проводные датчики, которые все хорошо меряют. Тем не менее, иногда все-таки нужны и беспроводны. То, что сейчас есть на рынке, мне очень нравится. Есть термостаты, которые дорогие на батарейках, но у них внешний вид, скажем так, спорный. И на наших объектах, наших инсталляторов не везде его даже можно поставить. Есть датчик Хейман, который, наверное, не страшный, но, тем не менее, датчик не наш, поэтому вот, собственно, видение нашего датчика. Вообще нет, этот датчик, он работает на батарейке CR2032. Она, насколько я знаю, на улице долго не проживет. Датчик только для внутреннего использования. На этом все. Собственно, благодарю за внимание. Если есть... Да, сейчас отвечу на вопрос. Если есть вопросы, можно будет написать нам на info.defara.ru. Также повторюсь, что оборудование DeFara можно купить у нашего партнера, компании Zetwayf.me. Время работы от батарейки. Ну, надо тестировать. Это новый чип. Он заявляет, на самом деле, производитель заявляет, там, космические времена. Ну, там, года-два он должен работать, а дальше уже вопрос эксплуатации, потому что, опять же, можно его настроить, что и батарейка будет высаживаться быстро. Опять же, процесс прохождения интервью – это очень энергозатратный процесс, да, то есть можно датчик, работающий на батарейке CR2032, в принципе, там, за день и быстрее убить именно вот настройкой и прохождением интервью. Вот, и когда датчик настроен, вы, там, его установили на место, потребление у него минимальное. Ну, посмотрим, поживем. Пока обещать не могу ничего, там, технических характеристик мне не привел. Собственно, устройства нет, но работаем над этим. Теперь, наверное, и… А, какая, примерно, цена на ваш контроллер? Розничная цена – 16500. Он есть у нас в прайсе, так что приобрести можно. Спасибо, Сергей. На самом деле, на этом у нас не все. Мы предварительно перед началом, после анонса вебинара, собрали некоторое количество вопросов от наших коллег-инсталляторов. И, наверное, теперь все вопросы, которые будут появляться в чате, их уже, наверное, чтобы вы не читали, я их буду озвучивать, чтобы было удобно. Расскажите, где происходит сборка у Труис-де-Фара? Все ли делается в России или какая-то часть делается, может быть, в Китае? В Китае ничего не делается, за исключением, вот, планируем вот эту пресс-форму делать, корпуса для этих датчиков делать в Китае. Ну, сразу тогда раскрою карты. У нас компания международная, можно так сказать, да, оборудование также производится и в Украине. В Украине под брендом Connect Home. Соответственно, производится и в России, и в Украине. Ну, основное производство здесь, в России. Иногда, конечно, там, часть, можно сказать, из Украины. Вот, соответственно, там, на европейской частоте в Украине мы здесь, в России, предлагаем под нашим брендом Т-Фара на российской частоте оборудования. Вот как раз хотелось узнать, многие помнят, что ровно такие же устройства в других корпусах сначала были вот компанией Connect Home. И какая между вами сейчас связь? То есть вы, там, работаете до сих пор вместе или это уже независимые разработки? Идентично ли устройство, которое продается там и продается здесь за исключением частот и, может быть, там, цвета корпуса и названия? Ну, разделения никакого нет. В принципе, да, устройства одни и те же. Просто вендор ID разные, разные частота, разные бренды, немного разные корпуса из разного пластика. А физически внутри устройства одинаковые. Различия с точки зрения прошивок, железа нет. А сколько у вас разработчиков работает над этой линейкой? Ну, можно сказать, есть один главный архитектор, он расположен, можно назвать архитектором, он расположен как раз в Украине, который, ну, там, начинал все это движение, да. Есть один схемотехник, который, собственно, рисует железо. Ну, я, по большому счету, тоже владею этим софтом, да, могу, там, и контролировать, и работать, и что-то разрабатывать. Есть ряд нанятых программистов, которые как раз делали работу по контроллеру, потому что, ну, мы с этим никогда не сталкивались, да. Как оказалось, задача гораздо сложнее, чем мы себе ее предполагали. Соответственно, приходится обращаться к специалистам, которых, естественно, даже в штате нет. И так штат где-то 12 человек, если считать всех. Ну, плюс еще нанимаем людей на конкретные задачи. Прошивки вы пишете для устройств тоже сами, в собственный штат. Да, да, прошивки, да. Да, многих инсталляторов интересует тема прошивок, потому как достаточно часто во всех абсолютно устройствах, всех брендов находятся те или иные баги, в том числе, там, плохая работа с каким-нибудь из контроллеров, и инсталляторы часто спрашивают, а насколько вы можете быстро, ну, если появляется какая-то ошибка на объекте, объект не удается сдать из-за нее, насколько оперативно можно внести исправление в прошивку и обновить ее после этого. Ну, обновить, понятно, они сами могут через контроллер, если это не FIBAR. А вот насколько быстро вы можете реагировать на такого рода запросы? Ну, наверное, тут надо различать ошибки критичные и некритичные. Да, у нас были в начале пути ошибки серьезные, их приходилось устранять довольно-таки оперативно. Ну, ошибки, которые действительно не позволяли сдавать работу, да, ошибки с измерением температуры, у нас там были нюансы. То есть некоторые вещи приходилось исправлять прям молниеносно. Сейчас, по нашим ощущениям, такой проблемы нет, критичной. Да, есть отдельные моменты по несовместимости с отдельными контроллерами, в том числе... ...какритетных задачах, но обещаем, что мы их исправим. Спасибо. Касаемо тестирования. Ну, я думаю, все наши слушатели были в Икее и видели знаменитый стул, который стоит в специальной стеклянной коробке, и на него уже, наверное, в миллионный раз надавливает специальная такая штука, которая тестирует его прочность. Ну, я точно знаю, что у всех производителей оборудования и железа есть всяческие достаточно интересные... Звук пропал, да? Все, сейчас слышно. Слышно, да? У каждого производителя есть какое-то свое интересное решение по тестированию устройств, какой-то свой тестовый стенд, которым он гордится. Расскажите, как происходит тестирование устройств FIBAR. FIBAR, это там ручные тесты, автоматизированные тесты. Речь, скорее, про... Даже не столько про железо, сколько про софт. С каким оборудованием вы его тестируете, с какими контроллерами, в том числе, чтобы наши слушатели понимали, с какими контроллерами оно точно проверено вами хотя бы. Ну, изначально устройства разрабатывались, когда не было своего контроллера, естественно, затачивались они под работу с FIBAR в Home Center. Вот. Поэтому там виртуальное устройство для FIBAR. То есть самая лучшая совместимость, которая не вызывает никаких вопросов, это с FIBAR. Вот. Что касается... Даже лучше, чем с вашим контроллером? Ну, наш контроллер это вообще даже не обсуждается. Не, ну, наш контроллер позже появился. Я говорю об этом, потому что когда не было нашего контроллера, смотрели на FIBAR, и все инсталляторы в основном предлагали FIBAR. Вот. Вера... Мне нравится контроллер, но его не любят инсталляторы, там, у него спорный интерфейс, там, тормозной и так далее. В общем, с FIBAR это работает. Что касается вопроса по поводу тестирования, ну, это такая задача многогранная, да. Своего производства SMD у нас нет, соответственно, платы собираются на контрактном SMD производстве. Причем, там, у нас это может происходить в разных местах в зависимости от загрузки конкретных производств. То есть у всех, как известно, есть очереди, кто-то быстрее освобождается, кто-то дольше. Поэтому первичный контроль производства, он осуществляется на самом производстве. То есть собрали платы, их там под микроскопами смотрят, на момент, там, залипания каких-то, там, проводников, на момент правильной установки компонентов. К нам приходят собранные платы без навесного монтажа. Соответственно, мы уже вручную паяем разъемы, конденсаторы, кнопки и все остальное. После того, как это спаяли, да, нужно устройство протестировать. У нас есть такие самодельные, да, стенды, куда вставляются микромодули, и, соответственно, там, можно управлять входами, посмотреть, ну, подается питание, можно проверить работу входов, можно проверить работу затвейва. Вот, собственно, тестировано на таком уровне. Дальше уже там дальнейшая сборка идет. Каждое устройство проходит тест по своим именно высокоуровневым функциям. То есть получил команду по радио, включил реле, выключил реле и так далее. Ну, на самом деле, там достаточно вот минимальных тестов, да, добавляется в затвейв сеть, управляется там, ну, если одноканальное реле, там, релюшка пошел двухканальным двумя реле, в принципе, этого достаточно, ну, если этот тест проходится, то других проблем уже не возникает. Прошивки вы даете инсталляторам для того, чтобы они могли обновиться, и как вы поступаете с теми несчастными инсталляторами, которые на Fibara хотят обновить прошивки? Что вы им предлагаете делать, чтобы обновить прошивку вашего устройства? Наш стик, комментарий для тех, кто не в курсе на Fibara, нельзя обновить прошивки не Fibara-овских устройств. Просто не все это знают из тех, кто нас слушает. Да, прошивки мы без проблем даем. На сайте у нас нет, но по запросу с проблем высылаем, в этом как бы ничего нет сложного. Обновление как раз вот есть наш стик, есть по ZWave PC-контроллер, который инсталляторы сами могут скачать. Соответственно, есть краткая инструкция, как выполнить обновление прошивки. Этот вопрос решается довольно-таки быстро и оперативно, если есть чем обновлять. Расскажите, вот тут даже вопрос из чата, что самое забавное, его задал один из тоже разработчиков ZWave, который прошел через все ужасы ZWave сертификации не один раз. Расскажите, как у вас обстоят дела с Альянсом и какой план по сертификации всех устройств? Ну, больная мозоль, скажем так. Дела плохо. Связано с тем, что, во-первых, у нас устройства разработаны были давно, когда были, скажем так, другие немного требования. У нас в текущих устройствах нет шифрования S2, а без этого шифрования, естественно, мы сейчас по нынешнему требованию сертификацию не пройдем. Поэтому, к сожалению, да, устройства не сертифицированы ZWave, поэтому мы не имеем права наносить логотип, мы его не наносим, да, логотип ZWave. Мы говорим, что это ZWave устройство, но вот этого требования по сертификации, по брендированию мы не нарушаем. В планах сертифицировать, вот, собственно, ну, тут есть сложность, возможно, это уже будет делаться постепенно для новых устройств, которые будем делать на седьмом чипе. Сейчас пока видение такое, потому что переделать все прошивки для всех устройств для пятого чипа немного, скажем так, трудозатратно и сомнительное занятие, когда уже вышел седьмой чип, и надо смотреть на него. То есть в планах выпускать устройство на седьмом чипе и их уже сертифицировать. Ну, на самом деле, смотрите, этот вопрос, это подводка к вопросу, какие у вас планы по выходу на европейский рынок. Вот если говорить о компании Connect Home, то они пытались выйти на европейский рынок достаточно давно, с самого начала, еще до того, как, наверное, даже начали сотрудничество с вами, и не вышли по разным причинам. И собираетесь ли вы уже со своей мощью, что называется, со своим опытом данного выходить на европейский рынок, который более конкурентный, на котором больше, скажем так, требований к сертификации, не только ZedWave, но и CE, и если это штаты, то FCC. Расскажите, какие планы? Ну, неоднократно получали запросы, да, из Европы по поставке устройств. Вопросы такие же, когда выйдете на европейский рынок. Ну, здесь в вашей мощи, наверное, прозвучало громко. Мы понимаем все проблемы, да, с которыми мы столкнемся. Мы смотрели на эти сложности. Это весьма трудозатратный и ресурс, да, и в денежном выражении процесс. Сейчас мы просто к нему не готовы, то есть, как говорится, банкуем на свои, да, у нас таких средств нет, чтобы выйти на европейский рынок. Мы рассчитывали эти варианты. Здесь можно выходить только с привлечением инвестиций, да, но здесь надо очень серьезно садиться и считать. И опять же, чтобы выходить на рынок, надо понимать, как пройти сертификацию. У нас сейчас есть четкое понимание, что на текущем этапе это проблематично. Да, мы там в российском рынке небольшом валимся, понимаем, что в европейском гораздо шире, но здесь пока сами не готовы. Увы, к сожалению, что есть. Ну вот, глядя на вашу, на самом деле, очень обширную линейку, и при этом понимая, что вы работаете сейчас только на российском рынке, хочется сразу спросить, сколько вам стоит каждое новое устройство, сколько по времени занимает его разработка, и оправдано ли это, или на каких количествах, на ваш взгляд, начиная с какого количества штук, проданных, на ваш взгляд, оправдана вообще вот такая вот работа кистаническая? Ну, сложно говорить о самоокупаемости, потому что действительно это очень затратно. Выход нового продукта где-то занимает, наверное, полгода, это вот такой оптимистичный срок. Это, ну, если не считать, вот появление новых чипов. С новыми чипами уже там прошел год, все равно продолжаем там разбираться с SDK, изучать нюансы. То есть были какие-то наработки для пятого чипа, но сейчас там новые реалии, надо осваивать там новый софт этот, Simplicity Studio, ну, в принципе, уже освоили. Вот. Железо, проблем с железом нет. То есть железо разрабатывается довольно-таки быстро. Заказывается там ревизия плат, там тестируется, заказывается новый плат. Ну, то есть такой тоже процесс, заказываются компоненты, все это растянуто во времени. Ну, железо можно вывести за 3-4 месяца. С прошивками все гораздо сложнее. Сами не, порой не знаем, сколько это займет времени, но есть опыт по разработке на пятом чипе, да, на седьмом пока ни опыта, ни статистики нет. С точки зрения окупаемости сложно говорить. Да, наш рынок российский, он небольшой, но, в принципе, он растет. Вот. Мы оптимисты, поэтому рассчитываем, что когда-то это отобьется, пока о окупаемости немножко сложно говорить. Ваш основной клиент – инсталлятор. Да. Как дела с розницей? Вы намеренно туда, кажется, не идете. Почему? И видите ли вы там перспективы? Отлично. Клиент должен быть рад использовать его. Ну, мы здесь стараемся защитить наших инсталляторов в первую очередь, да, то есть мы стараемся мониторить розничные цены, хотя тоже там бывают у некоторых магазинов просадки. Да, мы работаем только с партнерами, которые закупают у нас оптом, ну, и также с инсталляторами, которые периодически реализовывают какие-то объекты. Ну, в розницу пока, как таковую, не готовы идти, потому что понимаем, что в рознице много конкурентов, да, там, демпинг по ценам, это надо тогда забывать про инсталляторов, да, чтобы конкурировать там на рознице, да, там, демпинговать по ценам, соответственно, мы потеряем просто наших инсталляторов, а мы хотим, чтобы инсталляторы имели возможность гарантированного заработка. Поэтому здесь приходится пока выбирать так. Сергей, многие вас знают даже, наверное, больше, как руководители ZedWave.ru, дистрибьюторы, оборудование ZedWave, причем самого старого, и самого старого дистрибьютора. Вот, и как связаны бизнес работы с инсталляторами, с бизнесом DeFar? Я правильно понимаю, что вот фактически DeFar, это была попытка начать продавать не чужое оборудование, а просто переключить людей на себя, и насколько эта идея вообще удалась, то есть, ну, если не секрет, какая доля, какую долю рынка вашего, вот прям ZedWave.ru удалось пересадить на собственные продукты? Ну, сложно сказать, потому что ZedWave.ru все-таки это розница. То есть, инсталляторов там, ну, они, да, были, пока не пришли другие дистрибьюторы. То есть, сейчас ZedWave.ru – это такое направление чисто розницы. DeFar продает оптам-инсталляторам. Ну, часть, да, клиентов, конечно, пришло из ZedWave.ru, но в основном DeFar, как мне кажется, находят именно инсталляторы, потому что многие, кто в первый раз обращаются, там, начинается со слов «О, мы вас нашли, вот для нас такая неожиданность». В общем, нельзя сказать, что перетянули там всех клиентов из ZedWave.ru, да, потому что это все-таки два немного разных бизнеса. Очень многие обращают внимание, когда смотрят, впервые изучают DeFar, что DeFar очень похожа и по написанию, и по звучанию, и даже по названию моделей на Fibara. Наверняка это не случайно. Расскажите, в чем была маркетинговая идея, и помогла ли вообще она в том, чтобы вывести на рынок более созвучные устройства? Да нет, на самом деле не скажу, что тут какая-то такая глобальная идея. Откуда вообще название? Из головы. Сидели долго, перебирали разные названия, там, внутри коллектива. Было очень много версий. Ну, вот остановились почему-то на такой. Расскажите, вот хочется узнать в том числе, как вы видите себя по сравнению с конкурентами? Ну, конечно, сразу в голову приходит сравнение с Fibara, но я бы на самом деле даже хотел не только сравнение с Fibara, услышать, но и сравнение с Cubina, потому что у Cubina как раз линейка куда шире, чем Fibara. Она очень похожа на вашу по подключаемым дополнительным датчикам. И вот хочется понять, во-первых, брали ли вы какую-то из их моделей введения бизнеса за образец, и какие принципиально плюсы у линейки Defara, а где вы, на ваш взгляд, проигрываете и хотели бы как раз улучшить? Ну, не скажу, что мы смотрели на Cubina, то есть шли своим путем, я так считаю. Всегда есть что улучшить. Честно говоря, давно не слежу за линейкой Cubina, поэтому так особо не могу. Если сравнивать с Fibara, где вы видите, когда вы в том числе презентуете ваше оборудование инсталлятором, инсталляторы, они менее падки на маркетинг по сравнению с конечными пользователями, и их больше интересуют инженерные и технические детали. Расскажите, где Defara сильны и в каких областях у вас конкурентные преимущества? Ну, первое, наверное, что часто слышим от инсталляторов, работаем с Fibara, релюшки залипают. Есть у нас опыт по замене модулей как раз там, где Fibara залипли, пока это касается только двухканальных реле, пришли к нам, приобрели двухканальные реле, и они довольно-таки хорошо до сих пор работают. Был также опыт замены одноканальных реле, причем нам говорили, вот одноканальные Fibara залипали, поставили ваши, они не залипают, но мы честно и открыто говорим, что здесь нету никаких принципиальных особенностей, потому что реле, которые стоят внутри модуля, их там можно, наверное, на пальцы двух рук пересчитать, их не так много таких миниатюрных, и они там и там одни и те же, да, Repo, Honk, в общем, с точки зрения там схемотехники и все тоже похожее. Ну, первое конкурентное преимущество, да, контроль, коммутация через ноль у двухканальных реле, второе, это, собственно, вот о чем я говорил в презентации, проводные датчики, которые можно поставить, да, и иметь возможность, ну, там, быстрого, там, быстрого настройки реакции, там, устройств от датчиков, то, чего нельзя сделать с устройствами на батарейках. Я считаю, это такое сильно конкурентное преимущество. Также у нас ряд наших продуктов, которые, в принципе, не имеют аналогов, да, там, у тех же Fibara нет ни термостатов, нет модуля управления ИК, там, там, восемь входов модуля вообще ни у кого нет на рынке, то есть, в принципе, берем тем, то, чего нет у конкурентов. Спасибо. Расскажите, вы изначально пришли из мира, насколько я помню, по крайней мере, из мира инсталляторов, причем инсталляторов оборудования проводного. Расскажите, есть ли у вас сейчас опыт, делаете ли вы периодически сами инсталляции на собственных же устройствах, и насколько вам это помогает, что называется, понять боль клиента инсталлятором? Ну, нет, не делаем, то есть мы только предлагаем оборудование, работаем с инсталляторами. Сами инсталляции не производим, но иногда на крупных сложных объектах мы помогаем инсталляторам, приезжаем и разбираемся в каких-то нюансах, потому что в больших сетях действительно там иногда случаются сложности, не понимают, почему там что-то где-то может не работать, в общем, помогаем, но сами не занимаемся, хотя на самом деле периодически такие мысли возникают, пока вот такую структуру не организовали. Как вас заманить на объект, чтобы вы пришли и помогли его доделать? Наверняка у многих такая мысль появилась. Мне надо позвать их. Это наш клиент, с которым мы работаем, и действительно есть какие-то сложности непонятные, тут даже заманивать не надо, сами придем и поможем. Обычно, конечно, инсталляторы совсем справляются, но там несколько раз такие ситуации возникали. Расскажите, вот спрашивают, почему, когда в Китае был карантин, были проблемы с поставками DAS-101, насколько это связано? То есть компоненты, раз вы все делаете здесь, то компоненты наверняка все равно из Китая, но вот все-таки вопрос в чате, что называется, прозвучал. Ну, на самом деле, вообще начало года у нас не задалось, все производственные цепочки просто были нарушены. Да, сначала, до карантина был китайский Новый год, когда заводы ничего не отгружали. Мы покупаем комплектующие здесь у дистрибьюторов, но если говорить о пассивке, резисторы, конденсаторы, они, естественно, всегда есть в наличии, но часто случается, что одной-двух позиций просто нет. Ну, более того, например, оранжевый разъем, их в России, в принципе, вообще не бывает никогда. То есть их приходится покупать на заводе, причем в большом количестве, причем на заводе их тоже в наличии нету, их делают под заказ, то есть надо разместить заказ, ждать, пока завод произойдет. Чипы также здесь в России, ну, по-моему, насколько я помню, не лежат на складах, их тоже надо закупать и ждать, когда они приедут. То есть несколько позиций могут, в принципе, сломать весь производственный процесс. То есть сначала у нас был китайский Новый год, мы не могли заказать компоненты, хотя у нас там, да, оборудование закончилось еще в декабре. Вот наступил январь, заказы начали размещать у дистрибьюторов, дистрибьюторы на заводах, потом наступил китайский Новый год, потом наступил карантин. Эти сроки все увеличились. Также там изготовление печатных плат очень сильно подпродало, в том плане, что многие в обычном режиме заказывают в Китае, но так как Китай на несколько, ну, на пару месяцев, можно сказать, просел, все ринулись заказывать печатные платы в России. В России не так много мощностей производственных, чтобы обеспечить вот этот вот собственный спрос. Поэтому у нас из производственных печатных плат была проблема, только вот там в марте удалось разрулить. В общем, с начала года стараемся наладить этот процесс, потому что раньше таких больших не наблюдалось сбоев. Ну, вот сейчас пока, сейчас сами ходим на карантине, тоже там все стоит, в принципе, ничего особо не двигается. Я правильно понимаю, что оранжевый разъем – это тот случай, когда производственники стали заложниками дизайнеров. И ребрендинг, возможно, оказался бы дешевле. Да, уже часто, когда слышим, дайте хоть зелеными, хоть синими, ну, возможно, придется там пересесть на серый, то есть есть ряд разъемов, которые лежат на складах, пожалуйста, убейте, да, но приходится заказывать в больших количествах, там тоже подвешивать там большие суммы денег, да, там их можно за год только эти разъемы работать. Ну, сейчас есть устойчивый спрос на снижение. Мы об этом думаем, снижение стоимости. Об этом думаем каждый день, соответственно, упаковка, брендинг, разъемы, то есть вычеркиваем из вас, то есть есть ряд параметров, которые надо как-то оптимизировать, и, возможно, получится предложить что-то подешевле, чем сейчас. Да, мы переходим к достаточно большому количеству вопросов уже технических, которые задают инсталляторы, и один из наиболее частых вопросов – это можно ли подключить к устройству управления теплым полом классический NTC-датчик. Если посмотреть на другие устройства управления теплым полом, то они обычно идут в комплекте с датчиком, но в настройках можно поменять и установить, что, например, у меня стоит датчик NTC-10K или 25K и так далее. Можно ли подобное сделать с DeFar? Но, увы, к сожалению, нет, только работаем с нашими датчиками. Но, более того, тоже, возможно, для кого-то будет открытием. Датчики температуры DSA-111 и DSA-113 – это, по большому счету, Dallas DS-18B20. То есть мы здесь не скрываем. Многие начинают понимать, что это так, что S-BUS – это one-wire шина, но это не так. S-BUS – это, собственно, шина, которая умеет понимать датчики температуры one-wire. Вы можете подключать свои цифровые датчики. Но, к сожалению, NTC – это аналоговые датчики. Там другие входные цепи должны быть у модуля, другая обработка программная. К сожалению, к нашим термостатам это не реализовано, поэтому датчики не подключить. Есть множество вопросов, связанных с тем, собираетесь ли вы развивать, например, вашу таблетку DCU-102, DCU-102 или про другие устройства тоже задают вопросы. Есть ли у вас, может быть, какой-то прямо роудмэп по квартально, когда вы планируете обновить те или иные устройства, и собираете ли вы от инсталляторов какой-то фидбэк по тому, какие устройства обновлять раньше, или вы просто по продажам это и так видите, и будете идти по приоритетам? Ну, приоритеты у нас свои. Естественно, мы собираем информацию от инсталляторов, но довольно-таки часто запросы носят такой разовый характер, которые нужны только одному инсталлятору. Естественно, менять всю свою цепочку производственную из одного человека довольно-таки сложно. Что касается DCU-102, да, сейчас немного дорабатывается, но я видел там в вопросах уменьшить входное напряжение, честно говоря, рабочее входное напряжение. Честно говоря, просто не знаю, для каких задач, потому что те задачи, которые закрываются этим устройством, это как раз интеграция с ОПС, с воротами. Более того, у нас поступали запросы на увеличение входного рабочего напряжения до 24 вольт. То есть сейчас устройство работает до 15 вольт, но очень много автоматики, где 24 вольт. Соответственно, вот работаем в этом направлении, да, чтобы устройство работало от 24 вольт. Ну, хотя часто находят все-таки 12 вольт, то есть всегда инсталлятор находит решение. Но если говорить про данное устройство конкретно, снижать входное напряжение, просто не знаем зачем, где это может быть востребовано. Расскажите, в устройствах одноканальной реле анонсировано 3,5 киловатта. Ну, после того, как FIBARO с 3 понизили до 2,5, многие другие тоже стали писать более аккуратно максимально допустимую мощность. Является ли 3,5 киловатта действительно таким значением, за которое вы готовы, что называется, отдать голову на отсечение, или это все-таки, что называется, заявленный номинал от производителя реле? И насколько, ну, скажем так, вы уверены вообще в этом числе? Нет ли... и почему тогда конкуренты не могут достичь 3,5 киловатта? Я думаю, здесь основная проблема именно как раз связанная с сертификацией, потому что реле, как говорил, везде одинаково, да, и у них у нас 16-амперные реле. Дальше начинаются вопросы сертификации. Если, на самом деле, открыть там ГОСТы на разработку радиоэлектронных устройств, то разработать устройство, соответствующее всем нормативным требованиям, в таком форм-факторе, в такой мощности, в принципе, невозможно, да, потому что нужно разделять цепи с высоким напряжением, которым является в данном случае 220 вольт, отцепить с низким напряжением, нужно выполнить кучу допусков, нужно там какие-то воздушные зазоры в платах делать, да, соответственно, если выполнять все требования, то устройство просто увеличится в размерах. Я думаю, это одна из причин, что приходится в данном случае занижать выходную мощность, хотя устройство, в принципе, будет коммутировать, да, там, те же 16 ампер, но пишут там 2,5 киловатта, 3 киловатта. На мой взгляд, это именно проблема сертификации, заявления вот этих максимальных характеристик. Это вот мое такое решение. Если вы, при выходе, например, на европейский рынок, вам придется делать все ровно то же самое, и будет сложно разделять маркетинг для российского рынка и для европейского рынка? Вполне возможно, что все то же самое придется сделать, но есть большой вероятность тогда и в России мощность с 3,5 киловатта меньше, там, до 3 или 2,5. Вполне допускаю такой вариант. Многие спрашивают про как раз вопросы, связанные с устройством управления жалюзи, про всяческие заширенные схемы с шунтированием для того, чтобы обойти в текущей ситуации несовместимость моторов умных с вашими устройствами. Насколько это вообще помогает, не помогает, есть ли смысл делать или просто всем надо дождаться, когда выйдет ваше новое устройство с управлением по времени, а не по току? Ну, те инсталляторы, которые знают, какой у них будет привод и знают, что он с текущей версией не работает, просто просят нас поставить модули без вот этого токоизмерительного, токоизмерительной цепочки. Вопрос, в принципе, простой. Не поставить два резистора на плату сложности не составляет, а решение стопроцентное. То есть, да, вы не имеете возможности автоматической калибровки, но по времени это все работает абсолютно отлично, идеально. Расскажите про ваш контроллер. Во-первых, говорят, вот пропало приложение Android для него. И как у вас план по выпуску новых версий мобильных приложений? И будут ли какие-то подробные презентации, может быть, подробные вебинары по использованию данных контроллеров? И, опять же, какой-то план по добавлению устройств? В первую очередь тех, которые, наверное, нет в линейке у вас. Явно вы их будете в первую очередь добавлять в поддержку. Ну, приложение никуда не пропало. Оно есть, просто его нет в Play Market. Оно есть, периодически обновляется. Пока, да, рассылаем нашим пользователям в ручном режиме, если можно так сказать. То есть, приложение никуда не девалось. Оно, к сожалению, пока только для Android. Для iOS мы предлагаем пользоваться приложением DOM, для чего, собственно, HomeBridge есть контроллер. Приложение для iOS есть, но, к сожалению, пока очень сильно отстает по всем фронтам. Поэтому мы его даже... Оно в бета-версии, даже пользователям его не предлагаем. Что касается добавления новых устройств контроллеров, естественно, это нужно. Нужно просто, опять же, да, там, из всего зоопарка устройств как-то выделять тех, кого в первую очередь... Тут, опять, наверное, нужен какой-то фидбэк от клиентов, от инсталляторов, да, что хотят видеть. Ну, и также, да, возможно, вебинары, рассказы о контроле отдельно. По вашему устройству управления ИК. Это устройство, которое, в отличие от большинства устройств, которые есть в Z-Wave у конкурентов, оно позволяет делать настройку прямо с компьютера кодов. Однако, вот, для многих Windows 10 это такой челлендж, который не всегда удается пройти. Есть ли в планах поддержка других операционок? Ну, понятно, Windows 8, там, 7 и так далее, это, наверное, уже в прошлом. Может быть, другие операционные системы? Mac? Linux? К сожалению, не затрудняюсь обещать, наверное, таких планов нет, потому что... Или, может быть, есть возможность настроить эти коды прямо через конфигурационные параметры Z-Wave. Понятно, это менее удобный способ, но, в общем, доступный на любом контроллере. Нет, такой возможности нет, потому что в модуле внутри стоит отдельный микроконтроллер, куда записываются эти коды. То есть это не Z-Wave-чип информации хранится, и этот микроконтроллер работает по USB, по microUSB, поэтому, собственно, увы, так не получится. Понятно. Скажите, есть ли у вас какие-то устройства, которые ставятся в счеток, один рейку, или, может быть, какие-то спецкорпуса, которые могли бы применяться совместно с вашими реле, для того, чтобы установить... У нас есть вариант решения проблем установки щит на один рейку в виде держателя для наших модулей. Есть моделька, в принципе, мы ее предоставляем, чтобы люди сами распечатали, также печатали на 3D-принтере эту модельку. Это держатель. Как таковых устройств для размещения в щите нет, корпусов для размещения в щите нет, но есть какое-то решение для крепления наших модулей на один рейку в щите. Ясно. Спасибо. И, наверное, там из технических вопросов один из последних. Это можно ли настраивать диммер для того, чтобы он включался сразу, например, на максимальную мощность, на определенную мощность. То есть настраивается ли поведение диммера при нажатии клавиши? Сергей, у меня тут начали сверлить где-то надо мной. Я вот понимаю, что наше время подходит к концу. Да, хотят кто-то помешать. Я не расслышал вопрос. Можно ли настраивать для диммера поведение при нажатии на клавиши, то есть, например, при включении он включался сразу на определенную яркость, а не на последнюю, и всяческие такие настройки? Ну, пока нет. Пока вот то, что есть в инструкции, при включении он включается на последнюю яркость. Но это, наверное, вопрос развития прошивки. Иногда случаются такие вопросы. Тут, смотрите, вопрос развития прошивок. Ну, как вы правильно уже сказали, вы сейчас будете переходить на седьмое поколение, и, очевидно, большую часть устройств вы начнете поддерживать уже на седьмом поколении. Насколько вообще развитие текущей линейки у вас остается в приоритете? Сколько по времени вы готовы будете поддерживать и выпускать для них новые прошивки? Ну, пока, если экономику сравнивать, седьмые чипы подороже. За год они, конечно, упали в цене, но когда они появились, они были неподъемны для новых устройств, в принципе, на наш взгляд. Поэтому пока продаются пятые, они подешевели, опять же, немного с выходом седьмой линейки, они выгодны для установки, для производства. Поэтому сложно прогнозировать, как бы все налажено. Для нас это удобно производить на пятом чипе. Когда, наверное, его совсем перестанут производить, тут встанет вопрос. Пока предпосылов для приостановки нет. Ну, учитывая, что пятую серию анонсировали еще на поддержку до 3 года, то, видимо, 3 года будет. Хорошо, тут в чате у нас множество технических вопросов, уже относящихся к непосредственно устройствам, конкретным моделям. Я не думаю, что, особенно учитывая ремонт соседней квартиры, к сожалению, да, особенности карантина нашего, что это имеет смысл на всю аудиторию. Я думаю, что мы предложим слушателям вопросы задавать напрямую в Дефара. Вы видите свои вопросы на дефара.ру. Вы можете задать все технические вопросы. Я надеюсь, Сергей с коллегами ответит вам в кратчайшие сроки. Уже им остается еще делать работу, это все равно не дает. И давайте, наверное, подождем еще минуту-две, если появится вопрос в чате, то мы их тоже обсудим. И благодарим вас за столь подробный проказ. Так, у нас, Сергей, есть в раздел «Вопросы», сверху такой бабл с вопросиком. Можно эти вопросы озвучивать. Ну, тут есть частные вопросы, касаемые настройки пробуждения настройки 301, насколько, там, есть план починить... Ну, про седьмое поколение вы уже рассказали, тоже вопрос был. Я ничего не слышу? Так, мы будем вам писать. Вот, сейчас слышу. Я что-то должен ответить, озвучить? Давайте, наверное, перейдем уже, учитывая проблемы с дальнейшим проведением вебинара, перейдем в формат оффлайновый. Благодарим Сергея за столь подробный рассказ. Интересно. Мы много говорили о новом производителе. Коллеги слушают, что в России так мало, что их надо беречь на руках и помогать с развитием. Поэтому я надеюсь, что у Дефара все будет хорошо. Мы все равно будем радовать, что российский политик будет радовать, покупая ваше устройство, и сотрудничать дальше. Спасибо. Так, удивление, что Сергею перерубили кабель интернет перфоратором, но я надеюсь, что это не так. Нет, вроде не так, связь будет. Да, всем спасибо большое. Будем рады видеть вас на следующем нашем вебинаре. Будем продолжать общаться с производителями и рассказывать о новинках и о текущих линейках устройств. Спасибо. Спасибо.